и так сам при своем мы продолжаем играть за табликов так а3 и кое-как мы стабилизировали наше королевство но дальше только сложнее нужно как-то успеть из этого королевства сделать империю и возродить иран так что у нас это очень серьезные впереди задача вы если вдруг подписывайтесь а мы продолжаем его выполнять поехали но мы продолжаем как-то пытаться расширяться но только единственно конечно престиж немножко подкопить чтобы было за что собственно расширяться и нам убил войну этот парень за священную войну и сначала не было армия потом резко появились союзники неприятно действительно неприятно но у нас есть союзники какие-то до потенциальных минимум и первую войну мы выиграли осталось лишь как-то защитить себя от второй войны я думаю мы делаем принципе мы даже как видите сами смогли защититься с разбили первую армию игол наверное пару разобьем и вообще-то победим и до этого она также нами выиграна распускаем эту армию и отправляемся сразу дальше еще получаем перк я думаю на саду самое то и блин у меня есть один сын который смотрите это общительный упертый жадный и уже пьянством занимается с восьми лет если что я помню 8 лет получил есть второй сын который терялся но вот он он застенчивый смиренный и справедливый при этом он тоже кений и имеет крепкое тело и я думаю пасти шахзаде фразам хурмузота но мне кажется все таки победит этот парень среди таска тех кого я хотел бы выбрать и наши герцог сфим можем построить вот это вот рыцари эффективность их плюс размер полков минус содержание минус стоимость профессионалов можем еще бы финиры царь делать но случае военных теме надо строить потому что рыцарь это очень сильно и скидки на армию это тоже очень хорошо и наш сын прозорливый философ вот и у него конечно шикарный ну что он гений но я думаю этот будет еще лучше и нам доступно завоевание королевства так сейчас доформим чуть престижа и она сразу пропала нет показалось вакей а видимо я понял что произошло немножко уменьшился наш наш козболит это он почему-то захватывал прям все это поменялось что я не уверен но ладно мы садим справимся и второй сын у нас наследник медаса потомок точнее но очевидно что медасе он лучше его еще апнули в последнем патче так что ссоре но ссоре лишаем наследство парня и у нас есть только один наследник игрок сын отлично а чем мы получили немощь вот это уже неприятно действительно с вами хотят купить перемирия да за 100 монет без проблем но и я начинаю понимать что мы хрен успеем все таки закончить это самую иранскую интер люди у во время сейчас будут уже уступки а здесь есть идиотские требования на вот это вот у нас не было ну и славу мирскую мы на ком-то успевали сделать но все еще не было вот этого в этот момент так что я думаю да мы не успеем это просто принять как должное и поэтому не грустим а делаем турнир и 5 гача борьбу начинаем и не будем терять время будем бороться какой приз можно взять обещать что моя дочь враг с победителем после этого победителя нет а у нас так не принято происходит борьба а мы и так понимаю не участвуем из того что мы не мощь увы и то что средний игрок вместо нас в общем участвовать за нас но ничего он сказать говоря участвует и получит какой-то опыт это достаточно полезно будет вот мир закончился мы все еще на самом деле получились судя по всему престиж и слушайте славу мирскую . получим если очень сильно захотеть мы могли бы наверное и получить но одновременно все я думаю нереально очень у нас можно какое-то врожденное выбрать свойства можно гигантизм взять почему бы нет а еще получаем свойства цели под почему бы нет ой сильно говорят что это кровь смесительный брак конечно в целом без разницы и вот она даст у низкий халифат уступают пусть нескольких лет борьбы вынужден был уступить совесть исчезла дом говорит может остать еще сильнее да будет так а стеклянный камень допустим ну да все механика полностью закончилась мы действительно получили какие-то все временные бафы вроде как питается примере и к сожалению кнопку думаю уже не нажмем но ничего все еще можем нажать вот эту кнопку еще скоро я думаю и нас вызвали на бой 11 защит как то что надо чтобы перейти на нового персонажа скажем так мы можем его перейтануть стрессом защита полезно и мы честны поэтому мы кидаем гравия глаза но и пожалеешь одни когда шах армус армус потерпел поражение можно хотеть убить его или его пасть из которого у нас собственно говоря и есть борьба давайте батюк и мы теперь торглись целое королевство невероятно мы действительно если у нас было бы совсем чуть-чуть времени еще мы бы наверняка я думаю смогли бы справиться но убыть основу сделаем сфин орден даст нам возможность нанимать себе здесь вот солдат бесплатно отлично а мусормане теперь могут делать джихады вот это уже не отлично шансов на убийство нету давайте отменим смешную задачу и будем сайт лица на персию это уже не смешная задача настоящая есть фракция разделения чертовы амебы то там еще делится я не потерплю угроз серьезно вот вот все что у вас есть это это пуха идея а это уже идите поинтереснее ладно у нас еще союзники так что должно быть окей и нас в жизни прервал неизвестны наемные убийца ужас но на самом деле плевать мы пересаживаемся на наконец нормального персонажа который очень хорош него и статы хорошие и перки хорошие и образование отличное и он еще в теории не должен взорваться по любому поводу хотя застенчивость справедливость и смирение я чувствую это вот еще разводник стресса ничего мы со всем справимся можно появляется дочь наследник гений с крепким телом но к сожалению не можем мы прям да получить все перки пока не собирается у нас комплект да вот мы и получаем у нас вражда с домом началась каким-то мы с этого получаем стресс потому что у нас имеется куча этим проблем получаем еще одну дочь нормально так получаем но сын нужен сын желательно со всеми перками наследуемыми ой наша мать стенс раздражительный хочет кучу куча денег или чего не знаю проще что все было очень красивым дорогим от иди монах монахом стали в этот я думаю лучше станет и мы узнали что этот парень хочет меня убить мы с этим что-то обязательно сделаем и вот он до покушения на меня и он еще пожалеет все это другое кто-то нас не сделал перима настороже дело сопротивление проском плюс от хорошо опасная у нас позиция очень это у нас уже жесткие проблемы с стрессом как я говорил поэтому беремся раздражительность это один из самых неплохих вариантов снижать стресс из негативных это каждая минусу дипломате военные делом дает доблесть снижение стресса и прирост ужаса то есть ну этим жить можно и причем сразу я думаю срываемся но потому что что поделать посмотрите-ка воронство которое совсем все еще наша мы можем дать на расширение ордену звучит да без проблем и одна эти бабки в универх пойду как говорится мне не придется брать толк на всю свою жизнь как в америке побежали учиться наш мир берет единственное конечно используем наших обычных улиц и так молоко кобыло отвратительно получаем все престиж и агузские джеки получают минус взаимную терпимость окей в результате образования мы получаем золотой властелин и 10 управления короче качаемся еще круче еще ученость плюс плюс налоги с вассалов то есть она мы не можем смотреть что было в прошлом да хотя можем почему нет на бате а это прям супер сильно на самом деле вот это ученость не было еще два управления налогов не было знания товарищи сила и наконец первая война выиграна тут зато какая-то другая война проиграна мы зададим чуть территории плевать как говорится увы-увы вернем еще но мы победили этой войне и мы сейчас победим во второй войне и сможем после этого наконец стабильно поправить и пока что занимаемся охотой чтобы стресс понизить что почему бы нет а тут есть разные места для охоты на самом деле есть красочный город а давайте-ка вот сюда и съездим как раз и мы охотимся на волка лично и вторая война тоже наконец выиграна за это время на нам упили войну еще одну эти ребята но именно сейчас пойдем как раз разбираться и вот эта война я понимаю что мы не особо можем выиграть но на статус-клубы можем выйти из нее а статус-клуб это часто с моим вассалом у него блять 42 военки против него сражаться практически невозможно так что оставим все пожалуй как есть сделаем его снова нашим маршем ну и вот наша империя опять устояла она постоянно постоянно в разные стороны и шатает очень не стабильные но нормально 48 монет дохода еще и можно пленников по выкупать в общем экономически конечно мы поднялись жестко и до захватываем земли которые нам нужны для персия на самом деле остается совсем чуть-чуть каких-то 20 провинции примерно также начинают турниры и тут на стол очки рак мы должны победить судья нам конечно же верят лучше чего мы справедливые честный 100 вообще справедливый клик ухо вообще да поэтому конечно судья нам верит кому еще ему верить победите получаем из этого кучу стресса что неприятно ну и в результате абсолютно справедливые действия мы победили в стали гросс мейстером получим приз под конец настольный игрок и конечно кучу престижа и денег но очевидно мы точно лучше единственное теперь придется нам кучу стресса как-то как-то отмывать ну вот это концу сказать пару слов у нас не очень хорошие шансы поэтому просто замечательное событие ну я решил сходить ресторанов поломаться посмотреть вообще что это нам даст как это будет работать поэтому давайте вот сюда сходим безопасно с наемниками с рыцарями а тем временем будем на что-то здесь захватывать потихоньку а против обидеть войну нельзя потому что мы уехали и ладно поймы дойдем по мирскому в этом паломничество им получили свойство паломничество слушать стоило делать это и почаще получать лучшее мнение о нас и благочестие окей приятно у получили 68 нас здесь не чувствуешь и проповедники это в бедности отлично дальше занятия с с нам к этому моменту всего каких-то шесть провинции захватить но это же совсем просто у меня на увидеть этого мужика опять опять бежит и независимость да и мне ну господи ну может уже не надо может хватит а он еще могут восстать чё популисты какие-то ну ладно популисты это вроде то что мы можем подавить и там мы побеждаем здесь у нас очень много войск у нас есть священный орден в общем-то с его основным силы мы исправляемся вообще с которым у которого есть слоны возможно наших тоже появится круто или провинция всего отделяют нас от империи и я нашел того кого хотел бы видеть своим наследником но к сожалению это всего лишь наш внук смотрите это гений сильным телом и миловидный он мог сделать самую династию в решениях пока нет у меня сын такой себе это тоже такой себе увы действительно увы но может еще на роли им и перед так сказать формирование перси кто-то решил меня попробовать убить но благо повезло повезло я уже на этот счет ведь у нас тут были слухи об убийстве как бы уже давно взял свяжу с огромной интригой и взял себе ее интригу точно хорошо работает ну и плюс конечно тайный советник у нас ищет интриги с 22 интриги на самом деле тоже неплохо и вот она персидская империя наконец теперь вы могущественны ахин шаг и пересечь называется гуридов но почему не персидская империя ну и если честно я как будто бы достиг всего что на жертве ребята и хотели из того что кнопочку не получилось нажать но в целом мы отыграли неплохо так лет 152 не супер много не слишком мало но закат 3 мне кажется один момент тебе просто нас ничего делать и этот момент примерно и наступает если что у нас происходит в стране это постоянные подрывы вассалов но это неудивительно кроме этого цели каких-то я себе не вижу просто красить все подряд теперь ради покраса как-то звучит скучновато поэтому наверное можно было бы на этом и подсовершить наше тестовое прохождение просто как третьих пишите общем как у вас впечатления мнения можете делиться в принципе любым мнением можете также делиться минимум во что еще поиграть за кого еще поиграть с вами был топ-гай и обязательно подписывайтесь если вы еще вдруг не подписаны лайк комментарии твич скрутбусте все в описании до скорых встреч всем пока